Знают все, что в декабре праздник будет на дворе. Загадай свое желание. Напиши скорее послание. К дедушке, но не простому, а волшебному такому. С бородой и красным носом мы его зовем Морозом. И сегодня, в этот вечер, состоится ваша встреча. Ты готов? Тогда вперед! Дед Мороз давненько ждет! Ты посмотри, кто к нам заглянул! Егор! Здравствуй, радость моя! А я скучал по тебе. Расскажи-ка, дедушке, хорошо ли ты себя вел в этом году? Не слышу. Говори громче. Ты молодец! Не то что мой сорванец. Вижу, ты хороший мальчик. Ты уже написал мне письмо? Если нет, то скорее пиши. Ну вот, кто-то еще прислал письмо. Ждет новогоднего волшебства и подарка. Взрослые знают, что пришла зима. Поэтому одевайся теплее в новом году, чтобы не заболеть. И чтобы румянец всегда играл на твоих счетчиках. Слушайся родителей. Ешь побольше полезных овощей. И поменьше конфеты сладкого. И тогда будешь большим и сильным, как я. И таким же веселым, как мои помощники. Егор, ты, конечно, знаешь традицию наряжать новогоднюю елочку. Украшать ее гирляндами, шариками и волшебными огоньками. Вот и сейчас я хочу зажечь на своей елочке волшебные огоньки. И ты мне можешь в этом помочь. Давай с тобой скажем волшебное заклинание. Оно очень простое. Повторяй со мной. Итак. Раз, два, три. Елочка, гори. Ну вот, видишь, какая у нас елочка. Ты настоящий помощник. Молодец. Олененок, ну опять твои рога в кадре. Ну отрастил же, а? Ну третий дубль уже портишь. Ну, Егор, мне пора собираться в дорогу. Разносить подарочки тебе и другим детишкам. Поэтому я желаю тебе счастливого Нового года. До встречи, мой хороший. Субтитры сделал DimaTorzok